Хей, уважаемые друзья, здравствуйте, с вами Маклаксон, ребята, и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушечки GTA Vice City на моем канале. Это у нас, по-моему, восьмая серия. Ребятушки, всем добро пожаловать, приятного просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита. Давайте будем начинать. В общем, ребятушки, в прошлой серии мы с вами выполняли достаточно много заданий, которые не связаны, ну, как я думаю, или думал, не знаю, с основным сюжетом. Это, собственно, задание с гаитянами, кубинцами и так далее. В общем, вот эти вот все разборки бандитские, так сказать, да, разборки питерские. Но если вы смотрели прошлую серию, то знайте, если не смотрели, ребятушки, то почему бы не посмотреть? Если вам нравится GTA Vice City, почему не пересмотреть? Я прохожу ее впервые, говорю об этом еще раз на всякий случай. В общем-то, отправляюсь я снова в очередной раз на миссию. И на этот раз так, это у нас, по-моему, значок кубинцев, вот этот на миникарте, голубенький, черный. Я даже не знаю, что это за символ, типа короны или что. В общем, ребята, связано это с тем, что я в прошлой серии хотел начать проходить основной сюжет, продолжить. Ну, собственно, значок В на нашем особняке, ну, где особняк Томми. Но миссии там нету, и я подозреваю, что причиной этому вот как раз таки является то, что я не закончил еще задания с этими группировками, поэтому я сейчас прохожу их. Давайте мы в прошлой серии выполнили. Мы сначала работали на кубинцев, потом на гаитян. С гаитянами я миссии все закончил, и мы снова возвращаемся к кубинцам, ребят. Так что давайте посмотрим, возможно, сегодня уже мы это дело порешаем. Начинаем. Троянский вуду. Эй, девчонки, знаете, что я соберусь сделать? Сперва я убью гаитянца, а потом... А потом я займусь любовью, как мужик. Знаешь, красотка, примерно вот так. Молодец, молодец. Тьма. Я бы тебя и пальцем не тронул. Тьма. Умберто Робина нравятся настоящие девушки, а не какие-то там козы и юбка. Томми, Томми, я люблю тебя, я люблю тебя. Сука, дурак. Можно я хотя бы кофе выпить? Нет времени на кофе, кроме того, нам не уже есть кофе. Нам нужно разобраться с гаитянами. Томми, как убить змею? Нужно вкусить её за задницу. Как скажешь, Умберто. Томми, раздобудь небольшую гаитянскую тачку. Как достанешь, возвращайся и забери моего парня, Пепе. А потом отвези его гаитянам. А потом поедешь на перерабатывающий завод гаитян и используй их растворитель, как взрывчатку. Бум! Пока! Умберто, а ты? Я пока останусь тут и приглашу за кофе с папой. Он тебя пока-то чувствует. Ну, ты понял. Вот этого мне ещё не хватало. Возможно, мне нужно было... Отправляйся с ПП в Малое Гаити и раздобудь Вуду, тачку гаитян. Так, окей, хорошо, я понял. По-моему, вот тачка гаитян уже. Давай найдём наших ребят. Да, это она, это Вуду. Ну, в принципе, это было логично. Ну, слушайте, они на нас даже... Блядь. Хотел сказать, они на нас даже не напали. Напиздился. Ладно. Отправляемся. Так, ребят, только знаете чего? А я думаю, а может починиться, не? Или, блин, уже не варик. Подожди, как мы едем? Вообще, мы можем починиться. Где-то справа у нас пейнтспрей. Давайте на всякий случай я заскочу в пейнтспрей, мы её починим. Мало ли, как говорится, что у нас, да, там, какое задание сейчас ещё будет. Но вдруг она нам пригодится ещё на ходу. Вот, а без одного колеса переднего управлять машиной дело такое себе. Она, ребята, очень плохо поворачивает. Так что давайте сейчас заедем быстренько. Потому что всё, всё равно, примерно, по пути. Давай. Спасибо. Блядь! Ты чё, заблудился? Да не, слышишь, блядь, не заблудился я. Всё нормально. Всё окей, мой брат. Так, ладно, мы приехали вот к этому месту, где я выполнял задание с этой тёткой в прошлой серии. Ну, немножечко. Не сюда, рядом. О, мужик, ты вот так чёртвая стучка. Так, стоп. А, это ещё наши. Так, ни хера, у нас здесь целое это? Ола, amigos! Растворитель находится в здании завода, амиго. Ну, хейсен, путас. Муэть. Чё, блядь? Где перевод? Это точно. Следуй за моими парнями. Лайдз гол, лайдз гол. Базар-вокзал, как говорится. Езжай на гаитянскую фабрику, следом за остальными кубинцами. А знаешь, тут готовятся остальные пиццы. Блядь, а куда они... Следуй за ними, и они исчезли. Может, это просто надо было мне написать, едь на метку? Мужики, разойдись. Оставайся в машине, пока не припаркуешься на территории фабрики. Окей, а нормально, что на нас нападают? Блядь, кривая миссия, по-моему. Ребят, алё. Алё. Извините, можно мы проедем, как бы, спокойненько, да? Томми вообще без двери, блядь. Да. Припаркуй машину в отмеченном месте и выходи. Я пойду установлю бомбу, прикройте меня. Подойди к отмеченным местам, чтобы установить бомбу. Всё, начинаем разборки. О, сука! Чё не сказали-то, ёптую мать! Вас не поймёшь, сука. Давай, бомб... Фу, бомби. Бомби, блядь, Томми. А, у меня время ограничено. Что? 40 секунд? Блядь, где? А, сука! Быстрее! Давай, давай. Да, сука, ты... Полетели, полетели, пока... Не взорвали... А, не взлетели на воздух. Пусть да, не видим. Да бегу, 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 блядь. Сомывайся с территории фабрики. Вы, дебилы! Убегайте! Блядь, ещё тут. Сейчас, ребят, всё нормально, всё под контролем. Вы, придурки, вы лучше бы по ним стреляли. Чего, блядь? Ты не успел свалить с фабрики, из-за чего пришлось отменить взрыв? А как я должен был свалить? На машине? Дверь это не открывают? Блядь, ребят. Нормально вообще? Нормально, да? Ладно, я даже выйти не могу, чтобы вы понимали. Торезапуск. Итак, ребята, я снова здесь. Мы снова осторожненьким таким конвоем под прикрытием заезжаем. На этот раз тут хотя бы не бегают агрессивные эти гаитяне. Ну, в общем, всё нормально идёт хотя бы. Миссия не забавилась особо всякими приколами. Так что сейчас быстренько надо это всё дело сделать. Я не понял, как выезжать, честно говоря. Отсюда мне правильно. Но я так понял, на машине мне надо выехать. Потому что, как вы видели, пешочком меня отсюда не выпускали. Устанавливаю бомбу, прикройте меня. Ёпта мать, почему они то с первого выстрела умер, то не с первого. Так что сейчас, ребят, быстренько решаем вопросик. Сразу все бомбы ставим. И всё должно быть у нас нормально. Блядь, вы прикрываете вообще или нет, идиоты. Сука, я колесо пробил на своей же тачке. Да, ретины, не ходите за мной. Ла, блядь, ещё один. Сука. Забыл про это, представляете? Чувака, снизу. Ладно, на этот раз я, конечно, немножко побыстрее всё делаю. Бежим! Но всё равно, смывайся, смывайся, блядь. Да давайте, я пытаюсь смыться. А, не сюда, не сюда, блядь, ладно. Э, алё, ну... Блядь, иди нахуй, чувак, реально. Кышь, блядь! Алё, как... Я чё-то не пойму, ребят? Подождите, блядь, а как я должен уйти отсюда? Подождите, подождите, ребят, подождите, это чё-то не то. Херня какая-то. Пиздец. Так, я всех убил, а теперь, пожалуйста, объясните мне, как я должен отсюда слинять. Если дверь закрыта, и меня не выпускают. Чё за бред? Как я должен был уехать? Объясните, пожалуйста. Блядь, не говорите, что только сюда. Серьёзно? Мне просто надо было подняться, блядь, на крышу. Избежать куда-нибудь сюда? Серьёзно? Так. Ребятушки, дубль три. Надеюсь, сейчас всё будет нормально. Сейчас всё должно получиться. Теперь мы хотя бы знаем, ребят, куда уходить. Сейчас я, знаете, что... Пока мы не поставили бомбу, ведь... Время не идёт, поэтому сейчас... Давайте мы сначала аккуратненько от всех избавимся. А, вот как раз всё, ребята, от всех почти практически избавились. Почему бы не убить всех сначала аккуратненько, потихонечку, а потом уже сваливать отсюда? Вот как считаете? Я думаю, это как-то более логично. Ну, в принципе, ладно, всё, больше нам не помешают. И всё, сейчас я просто быстренько бомбы все сделаю, поставлю. Начну с этой верхней. У меня будет ещё больше времени. Так что всё, полетели, полетели. Нахер чел за мной бегает, я не понимаю, не знаю. Дааа, ты мне только мешаешь, уйди. Всё, хоп-хоп, нахер, и ещё 30 секунд. Полетели, полетели. Где там эти ступеньки? Вот они. Всё, похер, похер на всех. Вот и всё, ребята. Засчитали. Ну, блин, ну вот как я мог понять, что бежать с завода нужно именно там? Просто было максимально логично бежать через ворота, так же, как мы и пришли. Но это же логично. Ну, просто согласись, я вот никогда не играл, я этого не знал. Любой, мне кажется, так бы подумал изначально. Десять тысяч! Ни хераси! Ни хреново, ребят. Десятка так-то, да? Ни хреново. Всё! О, подождите, я вижу там что-то интересное. Давай, алё, алё, кто там? Томми, Томми, ты зачем вернулся? Говорю же, мы больше не хотим тебя тут видеть. Кто это, блядь, был? Я даже не понял, кто это был, ну ладно. Ребята, а тут я в руинах, по-моему, издалека заметил оружие некоторые интересные. Ну-ка, подождите-ка. О, блядь, а ну ты гаитяне. А чё здесь люди ходят? Нормально? Блядь, это кто? Томми, это Умберто Робина. Эй, как там кафе? О, прекрасно. Потрясающе, Томми, потрясающе. Никаких тряпок, Томми. Только настоящие мужики и прекрасные женщины. В общем, я хочу сказать тебе, что для меня с папой, для нас, ты кубинец. Ты доказал это, мужик. У тебя большие яйца. Ну, спасибо тебе, Умберто. С тех пор, как я откинулся, мне такого ещё никто не говорил. Увидимся. А, сука, так и знал. Так, мужики, мне надо подняться по лестнице, на которой вы стоите. А ещё вы начали в меня стрелять, поэтому я вынужден вас убить. Извините. Э, блядь, да ко... Подождите. Я не вижу. Прыгнуть надо. Да, блядь. Ну, как-то же можно забраться сюда. О! Ребята, тут миниган. Да, блядь, я не... Я не понимаю, я не вижу какие-то тут... Так, подождите. Окей, сюда мы встаём. Почему вот эта штука не... Недоступна была мне, чтобы пройтись. О! Блядь, всего 100 патронов. Ну, блин, это... Это миниган, мать его. Ладно, давайте сваливать отсюда. Сейчас, ребят, поеду домой. Сохранюсь. Вот. И вообще мы сейчас посмотрим, что у нас там по миссиям. Возможно, уже что-то открылось. Так, а мне бы машину... Ну, давай вот эту сельскую пойдёт. О, блядь, стоп! Не, бот, братан. Гаитяне, дайте мне свою тачку, блядь. Быстрее, быстрее, пока они не подобежали до меня. Всё, мужики, бывайте. Ладно, я, ребят, поехал домой и поехал сохраняться. Итак, ребята, всё, я сохранился. Я у себя дома. Берём две тысячи, заработанные с нашего особняка. Значит, смотрите. По-прежнему метки миссии никакой нету у меня. А значит, что-то нужно выполнять ещё. Это, во-первых. А во-вторых, ребята, я хочу купить колуб Малибу. Ведь в прошлой серии я обещал, чтобы, когда мы на него накопим, мы его купим. Стоит он 120 тысяч. У меня уже 131. Поэтому погнали, прямо сейчас его купим. Пускай пока потихонечку начинает приносить деньги. Вот. Посмотрим, вообще, чё, как. Сколько он приносит. Насколько он крут. Ну, ребят, я думаю, что он должен прям быть, ну, достойным. Достойным. Достойным заработком. Надеюсь, что неспроста он стоит 120 тысяч. Просто, если он будет приносить денег столько же, сколько и тот же автосалон, к примеру, то... Ну, типа, это будет не кайфово. Вот 120 тысяч. Бам! Поздравляем, ребятушки. 120 тысяч. 120. Мать его, косари. Теперь ещё на карте у нас меточка. Ну-ка, и чё? Чё мы вообще можем... Ой, ба, я помню это. Я помню, как я сюда заходил раньше. В детстве и смотрел его здесь на сцене, как вояки, копы танцуют вообще все. Ямау. Вот это кайф, пацаны. Вот это реально кайф. Тут... Тут миссии? Блин, подождите, я хочу как-нибудь крыть. Блядь, они сейчас испугаются, да? А нет, не испугались. Ладно, ребята. Слушайте, тут какая-то миссия. Мне интересно. Давайте посмотрим. На волю. Блядь, так... У бизнеса в своей миссии ещё, оказывается, я даже не знал. Вот это вот интересно. Вот он, где мой адвокатишка сидит. Эй, Томми, посмотри на это. Это же прекрасно. Я тут мини-бар установил. У нас же внизу целый бар, Кен. Ну да, да, не важно. Я тут достал доску, которую ты просил. Ха. Вот оно, преимущество юридического образования. Это способность следовать инструкциям. А теперь мне нужен медвежатник. О, хорошо, дай-ка подумать. Сейф, 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 сейф. Точно. Этот парень всё, что хочешь, откроет. А, хотя нет, этот придурок сейчас за решёткой. Где именно? Ожидает перевода в камере полицейского участка. Думаю, освободят его досрочно. Вызвали Кэма Джонса из тюрьмы. Хуе я задание. Томми уже просто настолько, как бы, в себя поверил, что он просто людей сейчас из тюрьмы будет доставать направо и налево. Окей. Окей, давайте посмотрим. А, блядь, здесь же полицейский участок на туре. Ой, я, ребят, надеюсь, это... Я надеюсь, я не провалю это задание сейчас. Я же могу сойти. О, подожди, я помню, ребят, что здесь можно полицейскую форму найти где-то. И взять его! Только служебному персоналу, разрешено заходить за эту линию. Э, голбоёвый, блядь! Чё, ебанутые? Бать, ребята. Ну, сори, бля, ну не знал. Вы чё? О, хуеть! Чумачечий, блядь. А как его вызволить должен? I'm sorry, как говорится. Вот он, этот чел. Как его вызволить отсюда должен? Да, ребят. Суетная миссия. Ну, конечно, убивать столько копов, я думаю, это тоже не лучший, типа, знаете, вариант. Не самая лучшая идея, которая могла здесь сработать. Так, ага, ребят, ну давайте, я хотя бы должен исследовать его, этот участок. Потому что от этого зависит прохождение. Я увидел карточку. Я, ребят, увидел карточку. Скорее всего, с её помощью мы должны его отсюда вытащить. Пакетки какие-то спрятанные. Не вижу ни хера из этих стёкол, за ними прячутся копы. Кто где ещё стреляет, ребят, не вижу. А где полицейская форма была? Блин, я прям помню, как я её находил здесь раньше, ребят. Отвечаю, есть где-то. Блядь, дурачки нафт. Хватит сюда приходить, уходите, пожалуйста. Так, всё, тихо-тихо, ребят, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас порешаем. Ай. Кто-то сзади стреляет. Ай. Ай. А, он ещё дальше? А, нет, всё правильно, это он. Блядь, какая громкая эта. Сирена. Да, это я. И я тебя вытащу. Как скажешь. Да, давайте, поболтайте ещё, ребят. Стряхни их, и отведи меня к моему дому. Нихи. Блядь, избавься от преследования, от четырёх звёзд, ребят, поугарайте. Ничего, что меня сейчас просто завалят, и всё. Ебать! Так, окей. 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 Кэм Джонсон, садись, пожалуйста, быстрее. Ребят, я не знаю, как мы это сейчас будем делать. Да, спасибо. Ебать его. Вести через весь город. Ну, понятно, что мы поем без колёс, это как бы уже сто процентов, понятно. Ой, блядь, на мощной тачке без колёс, это жесть. О, ребята, она вообще не туда. Она вообще... Нас сейчас подорвут, нас сейчас подорвут. Сейчас будем, ребят, машину менять. Блядь, а на что тут машин даже нету. Блядь, ребята. Ти-ти-ти-ти. Кэм Джонс, беги, блядь. Ху, блядь, живой. Сука, дебилы. Блядь, это вообще... Это я как эту миссию сейчас должен выполнить? Ребят, я не знаю, поехали снова. Я же не сохранился даже после покупки клуба Малибу. Сейчас я его куплю заново. После этого вернусь сюда, снова домой, сохранюсь. И только тогда мы снова попробуем выполнить эту миссию. Ребят, я купил клуб. Обнаружил, во-первых, что здесь можно сохраниться. А во-вторых, я не вижу значка денег. И до меня, похоже, дошло. Чтобы клуб начал приносить деньги, это задание обязательно выполнить. Иначе он не начнёт приносить доход. Я так это понимаю. То есть, мне в любом случае надо это выполнять. Так что, блядь, ещё одна попытка, я не знаю, ребят. Сейчас буду пробовать. Так, ребят, я зашёл. А, блядь, вот она, раздевалка была сразу слева. Поэтому здесь не было сейчас одежды, когда я просто очень быстро зашёл за линию, и начался розыск. Вот мне дают фору, так сказать. Сразу форма. Я же говорю, я помню, что она здесь была. Она, кажется, сразу на входе. Да, я просто, ребят, забыл, что за эту линию нельзя. Мне подсказывать, блядь. То есть, сейчас всё это время здесь были бы подсказки, если бы я просто не поспешил и не вызвал розыск. Здорово, мужики. Чё ж вы так, это, агрессивно ко мне сразу, а? Я ж к вам с душой. С добротой. Эх, бедолаги. Бедолаги. Всё, ребят, когда поднимаемся, сразу на волю, и всё у нас будет с вами нормально. Томми, давай. Чё ты? Надеюсь, розыск вообще сейчас не будет. Вообще, логично было бы, как бы то, пока они нас не увидели, что мы вдвоём. Розыск, быть, не должно быть. А, ну тут камера. Они сейчас увидят, что я его вывел. А вот теперь полетели. А вот теперь, ребята, полетели. Блядь, 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 лучше бежать. Просто бежать. Ладно, похуй. Садись, 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 братан. Садись. А! Да, сука, чё за хуйня, блядь. Да заебало. А, ребятушки, попытка номер три. Дрехни, отвезь меня к моему дому. Пчела мы вызвалили. Главное сейчас терять поменьше хп, стараться. Поэтому, ребята, аккуратненько, осторожненько, сейчас это всё делаем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так, всё, кэм, кэм, блядь, там сзади строят, похуй, похуй, выходи. Тихо, тихо, блядь, не стреляем по нам. Кто, сука, кто мне перегородил? Уйди, дурашка. Да, сука, блядь, я его не убивал, идиоты. Ай, блядь. Всё, я нахуй вообще сейчас не буду никого просто трогать, я, блядь, просто сажусь в машину, если он не сядет, это, блядь, у него проблемы. Ой, блядь, ребят, ну, не знаю, если сейчас опять со мной что-то случится, у меня, блядь, сейчас просто жопа сгорит, я отвечаю вам. Надо выйти отсюда, ребят, с минимальным уроном, блядь, хотел сказать. Да, какой получится, мне кажется, сколько так. Потому что эти гандоны, блядь, да какие же они просто конченые. Сука, Сэм Джонс, или как тебе там, Кэм, Сэм, похуй. Ты можешь не мешаться под ногами, пожалуйста, придурочный, блядь, я тебя застрелил тогда, быстрее садись. Всё, ребят, я взял другую машину, потому что, потому что, потому что, знаете почему? Потому что, ребята, пиздец, потому что на той тачке, что это, блядь, такое? Можно я сейчас просто это молча сделаю? Субтитры сделал DimaTorzok. Кстати, хорошая идея уходить дворами. Ребята, блядь. Вы бы знали, как у меня уже жопа горит от этой миссии, это ужас. Нет, нет, пожалуйста. Пиздец. Пиздец. Блядь. Блядь. Такая... Такая простая с одной стороны миссия, ребята. Делать нехер тут вообще в ней. Ну, сука, вот эти вот мелкие затупые моменты, то я его застрелю, потому что он под прицел залезет, то, блядь, какого-то не дверь откроет. Это что, блядь, рафл какой-то, нахуй, или что? Ребят. Если бы я щас улетел в воду, я бы, нахуй, разнес что-нибудь сейчас. Иногда мне кажется, что у меня не просто так рядом с сферой монитор, если у меня сгорит жопа, я просто кулаком по нему дам, чтобы не разрушать свой основной. Все. Тихо. Спокойно. Спокойно, Максим. Спокойно. Ты смог. Да. Долго. Да, тяжело. Но ты это сделал. Тысяча. Блядская тысяча. Ладно. Подождите. То есть, вы хотите сказать, что клуб ой, блядь, клуб Малибу по-прежнему мне не приносит никакой доход? Вы хотите сказать, что для того, чтобы он начал приносить доход, мне нужно закончить это кое-какое дельце, которое запланировал Томми? То есть, к нему у меня несколько подготовительных сейчас заданий будет, типа, или что? Если это так, то нифига себе, как говорится, какой ценой я добиваюсь этого бизнеса. То есть, сначала, ребят, мы купим 120 тысяч на него, потом еще и задания такие непростые. По крайней мере, вот это точно было сейчас самым сложным вообще в этой игре. Пока, пока что, что я выполнял. Я не знаю, ребят. Сейчас посмотрим. Он же должен приносить деньги, я же, я же правильно говорю, я же не туплю. вот здесь метка должна быть. Кстати, да, ребят, просто обязательно сохраняемся. Я иначе загорю потом. Все, я сохранился, слава богу. Давайте глянем, что еще за задание. Ну-ка, что-то, что-то, что-то мутится тут. Нужен надежный человек для прикрытия, знаешь-таки. Эй, Томми, Томми, эта хрень нехила так бодрит. Я бы мог быть грабителем. Руки вверх, руки вверх. А ты не грабитель, ты придурок. Налей себе буква и закройся. Ну-ка, с дороги. Да, да, да. Ау, ау, ау. Какими схемы, есть мысли? Ну, лучший стрелок в городе это парень по фамилии Кэссиджи. Правда? Да, ты же военный, как он сам говорит. А честно говоря, сомневаюсь, что он вообще служил, но с оружием он точно умеет обращаться. Ему можно найти в тире. Да, то есть, смотрите, мы сейчас, так, отправляйся в амунацию в центре, поговори с Филом Кэссиди. Мы, ребята, получается, собираем себе сейчас, так сказать, компанию, группу, для какого-то дела. Возможно, ограбление какое-то. Потому что Томми нужен был взломщик сейф, теперь ему нужен стрелок, блять, машины нормальные вообще здесь существуют. Стой! I need your car. Ладно, поехали на задание. Итак, вот она, амуниция. Хорошо, я добрался. Она, ребята, находилась достаточно далеко, аж вот тут, а вот. Ну, погнали искать этого Кэссиди. Кстати, давайте что-нибудь купим. А, мы сейчас не можем, во время задания. Ну, ладно. Посмотрим. Тир! И кто же это у нас? А, как говорят, кто-то военный, типа, типа, а-ля военный бывший, ну, как он сам себя называет. Правда это или нет, не знаю. Знакомый оружие. Кэссиди. Чё надо? Я ещё человек, который умеет обращаться с оружием. Направда, я не уверен, потянешь ли ты? Сынок, я могу сбить моху у тебя с головы с двадцати пяти метров. Да неужели? Ага. Это я в армии научился. почему лучше творить? Хорошо, что я налоги не плачу. Я как-то типа так пожутил. Давай-ка потеряем. Ну как? Ну зачем, бравь? Вы же знаете, что я не профессионал. Вы серьёзно? В разе как можно больше целей за отведённое время. Спасибо. За ближайшую цель одну очку за среднюю, два очка за дальнюю, три, да? Угу. Чтобы завершить раунд, нажми. Если покинетируемся, ясно. Блядь, то есть, мне сейчас надо его победить, чтобы чтобы он согласился, да? их надо вообще целиком разрушить. А я-то думал, ёпт. Сейчас, ребятушки, я, конечно, попытаюсь. Я попытаюсь. Знаете, самая ближняя цель, она не всегда даже самая раунд один, результат 21. А, блядь, ещё ограниченные патроны. Короче, самая ближайшая цель не обязательно самая лёгкая. Куда? Что? 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 И тут тоже? Серьёзно? Понял. Счёт 21 требуется 60. Это управление, это вообще ужас. Тихо. Ох, нихуя, счёт 61. Еле как, ребят, на одночку перегнал. Фух. Это жесть. Не, ну это лучше, чем прошлое задание, конечно, это пипец. Я лучше здесь постреляю аккуратненько. ой, здесь не будет, надеюсь, никого. Let's go. Вы серьёзно? Вы серьёзно? Ебать. Типа нормально, всё да у меня пока что, или чё? Катать закончится? Сколько осталось? Просто мне пишет, требуется 60, это типа я уже перегнал, да? Меткость 62%. Ну знаете чё, ребят, было бы нормальное управление, было бы меткости 100%. Я могу, ну блядь, не с таким управлением. Сынок, да после такой стрельбы, даже если ты мне предложишь выйти замуж. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Всё, ништяк, ребят, мы справились. 2000, ещё и 2000 получил за то, что в тире пострелял. Ха-ро-шо. Вот это вот, уже по мне, вот это, ребят, другое дело. Так, куда это я пошёл, не туда, куда-то. Ну классно, классно. А теперь, разрешите, я гляну вообще, что я могу купить. Давайте вот это купим. А, у меня патроны закончились. Ой, деньги, деньги закончились. Ну ладно, уходим. О, коп. Брат, коп. Мне кажется, просто, что это снайперка немножко получше. Ладно, поехали снова до клуба, до нашего клуба, Малибул, и посмотрим, ребята, сейчас, будет ли ещё какое-то задание, или на этом всё. Так, ну что же, у нас ещё одна миссия. Ну, давайте, я не знаю, надеюсь, она последняя в подготовке к этому делу, к какому-то делу. Кто-то ещё, да, нам нужен? Начинает неплохо складываться? Какой план, Томми? Кей паса, амиго. План прост, ты продолжаешь вести себя как дебил. Водитель. Нам нужен водила. Томми, я справлюсь, я умею водить. Тебе нужен Хиллари, а не этот придурочный адвокат, балабол. Хиллари, это то, что надо. Таких не хочу ещё поискать, надо, сейчас ему позвоню. Эй, Хилл, это Хилл. Как ты знаешь? Хилл, нет, давай не сейчас, попозже это перетрем. Ты бы не мог мне помочь? У меня тут один парень с севера. Нет, нет, вряд ли он на кого-то работает, но ему нужен водитель для одного дела. Хорошо, понял. Что он сказал? Да, без проблем, он согласен. Только есть одна небольшая загурточка, понимаешь, у него один комплекс, он не работает на тех, кто не может его победить. Это как-то с его маман связано. Блять, гонки? Почему все-таки кис? Ну, конечно, ты Томми, в смысле, чего бы сейчас со мной кто-то разговаривал. Хорошо, в общем-то, я буду твоим водителем, если, и только если, ты умеешь хорошо водить. Отстань от меня, и я никогда тебе этого не прощу. Че, какие-то странные люди попадаются, почему никто не может просто за денежку, как Томми, взять да поработать. Нормально? А че у нас машины разные? По-моему, это нечестно. О, боже мой, ладно. Нелегальные уличные гонки. Тихо, тихо, братан. Ты охреневший, блядь. У нас по правилам или с разворотами? Уебок. Ну, не, блядь, это нечестно, я считаю. Конечно, он сейчас так от меня оторвется. Это нечестно, братан. Разворачивайся. Блядь, Блядь. Будет хоть одно задание, которое я пройдусь в первый раз, а? Ну, неправильно это для гонок. Если он такой, если он такой гонщик, пиздец, то это, во-первых, надо было организовать нам машины одинаковые, хотя бы, для начала. Неужели он этого не понимает? Почему у нас разные тачки? Это неправильно. Одинаковые тачки. Один маршрут. Тогда был бы другой разговор. Пиздец, ну, что это такое? Сейчас, блядь, опять же поеду. Сейчас опять же будет перезапуск. Почему сара мешают? Боты мешают, все мешают. А то он меня, блядь, развернул. Да. Да-да. Что будет у меня тачку дали? Ее что-то подзаносит иногда, знаете, в разных местах. Извините, а если бы я сейчас был маленьким ребенком, который проходит GTA Vice City, как бы я эту гонку проходил бы? Посмотрите, что тут происходит тут, блядь, надо мозгой-то тоже думать. умудряться. Нихуя себе, как говорится. Но это слишком, алло. Тебе не удалось прийти первым? Да. Естественно, блядь, не удалось. Да нахуй, идите вообще отсюда. все, 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 в пизду просто, чуваки, идите нахуй. Пусть меня, блядь, таранить, ебки. Кто это там бегает, блядь, охрана моя? Давай, давай, снова я готов. Да, все, летс гоу. Если сейчас, ребят, не получается еще раз пройти эту гонку, то все, оставляю это, ребят, на следующий раз. Оставляем это на следующий раз. Почему он не может врезаться? Надо ему какую-нибудь подставу вымутить. Не думайте. Блядь. Ну, ху-ху-ху-ху-ху-ху, я он... Видали, что он творит? Петляет по-жесткому вообще. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь, он прям вообще хорош. Я правильно я думаю здесь? О, господи, я уже думал, я проехал. Чел, пожалуйста, не надо, не догоняй. Да, я пройду первым, а я не хочу потом заново это все делать. Сейчас просто на этом Заканчивать миссию внезапно Серию, точнее, на этой миссии Незаконченной Э, а чё это? По-моему, это какие-то, это, скрипты Вот сейчас я, ребят, в гонке участвовал То же самое абсолютно было, прям в точности То же самое произошло Интересно Так, ну ладно, фух, я оторвался Господи, ладно, я уже думал, это будет совсем тяжело Почему-то сейчас он как будто бы, когда сзади меня уже оказался Он уже не топит так сильно, как топил тогда, когда был первым Ага, сука, это скрипты, всё Это они специально, чтобы я сейчас всосал В одном и том же месте копы вылетают друг на друга Это не совпадение Это скрипты Всё, чел проиграл Ёпт твою мать, а Хорошо, я буду твоим родителем, только пешу Будь построже Чё, блядь, построже или построже? Построже, о, господи, боже мой Ладно, ребята, я надеюсь, что это всё И в следующей серии мы с вами начнём основное задание Я так понимаю уже Возможно, будет какой-то делиться Ну, смотрите Стрелок, водитель и взломщик Это наверняка какое-то ограбление Так что, скорее всего, в следующей серии нас ждёт ограбление И клуб Малибу начнёт приносить мне бабки А на этом, ребята, всё, мы заканчиваем Пошёл я немножко отдыхать от этой GTA-шки Вайс-Сити Сегодня у меня была серия бомбежа Какого-то, блядь, лютого Так что, ребят, надеюсь, что вам понравилось Если это так, если поднялось настроение, ребята Ставьте лайки Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые А с вами был я, ребята Маклаксон Всем большой удачи Хорошего настроения И увидимся с вами, ребятушки, в новых видео Всем пока